И от гнева его они придут к нему. И от дыхания его они погибнут. Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова я, Камелот Джи. Я вас рад приветствовать в Рыбацкой бухте. Как вы можете видеть, бой у нас будет на среднем танке 4 уровня с СССР Т-28. Команда, как вы можете видеть, у нас однозначно слабее. Ну то есть у нас в основном красные, у них вот желтые, зеленые и так как-то повеселее выглядит. Смотрите, в этом обзоре я хотел бы продолжить разговор о том, как поднимать стату на своем аккаунте в танках. Стата, как известно, имеет два основных аспекта. Это во-первых, процент побед на аккаунте. И второй, немаловажный, не менее важный аспект, это рейтинг эффективности КПД, ВН-8. Причем, когда вот, например, заходишь в бой и оцениваешь противников своих, там и союзников, то в большей степени ориентируешься все-таки именно на рейтинг эффективности ВН-8, чем на процент побед. Ну и к тому же, в общем-то, процент побед и не отображается. Вот как мы можем в ушах, мы можем только судить по цвету. Смотрите, сейчас я отработал по лучу и предполагаю, что я в засвете удалился с вот этой вот позиции, на которой мы стояли. Это у меня, не сказать, чтобы новый аккаунт, старый аккаунт, но я на нем не играл, тут что-то около 400 боев. И тут у нас не качанный экипаж, даже нету лампочки. И к слову о вот этом Т-28, здесь у меня процент побед небольшой, 56% побед на этом танке, на этом аккаунте. Но ВН-8, ВН-8 фиолетовый, там что-то около 94. То есть, в этом обзоре я хотел бы поговорить, повторюсь, о ВН-8 и о этом замечательном танке Т-28, как о средстве поднятия именно рейтинга эффективности ВН-8. Ну, в общем-то, и процент побед на этом танке, вот, 56, достаточно, я бы сказал, большой, но как для меня очень маленький. На других аккаунтах я играю около 70%, но там 3-4 перковые экипажи и 3-4 перковые экипажи, и я использую док-поек. Ну, естественно, там боевое братство, улучшенное оборудование, на этом танке стоит вентиляция улучшенная. На иных аккаунтах у меня еще стоит улучшенная, усиленные приводы наводки из улучшенного оборудования, не стандартное, а именно улучшенное. Но тут я еще для себя, честно говоря, не решил такой момент экзистенциальный. Усиленные приводы наводки или сетка. Ну, здесь мне не пришлось выбирать, поскольку у меня на этом аккаунте, там, я повторюсь, меньше 400 боев, и просто нету вот этого улучшенного оборудования, там, который на 13,5%. Это, во-первых. И, во-вторых, экипаж не качанный, не 100% в маскировке, там, что-то 70 с чем-то процентов, и нету боевого братства, я не могу использовать док-поек, поэтому вот преимущество в маскировке я реализовать не могу. Давайте теперь поговорим, что тут у нас происходит в бою. Изначально, давайте сейчас я увеличу. Изначально мы заняли вот в эту вот позицию, видите, вот где стоит отметка светляк, но на самом деле это самая, что ни на есть, ПТшная позиция. Из всех позиций, которые можно занять в Рыбацкой бухте, это самая рыбная, ну, видите, как получилось, Рыбацкая бухта, рыбная. Когда мы там провели зачистку боем, там, мы, если помните, бландили возможные места, где стоят ПТ, и на том фланге, где мы стояли, видите, у нас преизбыток наших войск. Они там, как бы, скованные, стесняются, боятся дальше ехать. И поэтому я переместился в центр карты, поскольку вижу, что здесь на нашем левом фланге, вот видите, если развернуться с той стороны, там, где город, наметился прорыв тяжелых танков, и у нас сил здесь меньше. Ну и, как говорится, в каждую затычку гвоздь Камелоджи туда, значит, и поехал. Смотрите, что я пытаюсь здесь сделать. Я использую куст, видите, вот этот, поставил между собой, и вот этими тяжами, в надежде, что они меня спасут. Этот куст меня спасет от засвета. Ну вот, не могу сказать, был ли я в засвете. Наверное, нет. Скорее всего, КВ долбанул по мне бландом. Ну, трудно судить, лампочки нет. Теперь смотрите еще, какая тонкость. Вот вы отъехали от куста, ну так, чтобы листва стало непрозрачной, и вы можете работать. Вы будете невидимы при выстреле, но если вы будете оставаться на этом месте, то есть 15 метров от куста, полтора корпуса, то вы и противников не увидите. И может получиться так, что они незамечены, и приблизятся к кусту с той стороны ближе 15 метров, и подсветят уже вас, а вы их так и не увидите. Поэтому после того, как вы отъехали, отработали по противникам сквозь куст, противники пропали из-за света, обязательно, это настоятельно нужно, подъезжать снова к кусту, чтобы не дать противникам незамеченными приблизиться к вам. Смотрите, что я здесь делаю дальше. Я отступаю. Не сочтите это за трусость, что я там бросил лага одного. Смотрите, там наступают танки четвертого, пятого уровня. Они, разумеется, сильнее меня, они более бронированы, у них больше ХП, и на короткой дистанции они будут иметь значительное преимущество. Мое преимущество, я часто говорю в обзоре, я стараюсь его реализовать, это всегда маскировка и обзор. Поэтому, как длиннорукий боксер, я всегда стараюсь держать противников на дистанции, чего и вам как бы советую. И, скажем, хорошие показатели, такие мощные в игре, можно реализовать только используя вот эти преимущества маскировки и обзоры. Наверное, есть статисты, там, знаете, какие-то киберспортсмены, которые играют на тяжелых танках, там танкуют, вытанковывают по 3000 урона на восьмом уровне. Наверное, не знаю. Я не киберкатлета, я сутками не играю. Вот нам, любителям, чтобы иметь там фиолетовый рейтинг эффективности VN8, о чем мы и собрались говорить в этом обзоре, конечно, потребуется использовать маскировку и обзор. Вот смотрите, я тут отъезжаю от куста, это глупо, поскольку дистанция, ну, что-то около 400 метров. Ну, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Снова, видите, вот я заезжаю, между собой и кустом собрался отработать по Матильде, но тут нарисовался зелененький ВК-3001 Айч. Именно он представляет для меня наибольшую опасность, поскольку в этой игре в основном решает скилл, даже не техника. Что вы сейчас можете видеть? У меня, разумеется, не такой бронированный танк, как наступающие противники, но пока нам удается оппонировать достойно. Теперь смотрите, я стал в куст, включил стереотрубу, в надежде, что когда будут работать по Матильде, они подсветятся, но сказывается недостаточная вкачанность экипажа, отсутствие Дуб Пайка, ну и сам по себе Т-28 имеет сравнительно небольшой обзор, 340 метров. Ну, поэтому, если не вкачано боевое образование Дуб Пайка, то возможности обнаружения не такие хорошие, как хотелось бы. Почему еще у меня на этом аккаунте, на этом аккаунте немножко хуже показатели? Вот смотрите, еще тонкий момент. У меня стоит первый подкалиберный снаряд. Я переключаюсь на Черчилля, поскольку он лучше бронирован, чем Лага. Ставлю вторым снарядом бронебойный и выстрелив подкалиберный снаряд по Черчиллю и убив его, пытаюсь стрелять по Лага бронебойными, поскольку Лага не имеет такой брони. Теперь смотрите, Т-28, повторюсь, он позволяет повышать очень сильно Вен-8. Объясню почему. Этот танк обладает ПТ-шной пушкой, она одна из лучших или даже самая лучшая на уровне, это ЗИС-2, 57 мм. Она по своим характеристикам является ПТ-шной, в полный рост. Ее превосходит только эта же пушка, которая установлена на Су-85Б. В комплектации на Су-85Б она имеет большую скорострельность и меньшее время сведения, 2,3У. 2,3У Т-28 и 1,7У Су-85Б. А в остальном это как бы ПТ-шная пушка. Никакой другой танк на четвертом уровне не позволит вам в этой ситуации, как вы видите, вот у нас один Черчилль остался, Матильда тоже, она очень хорошо бронирована. До этого мы уничтожили тяжелые танки. В этой ситуации никакой танк не позволит вам оппонировать, поскольку попросту не хватит бронепробития. Я поленился на память посмотреть бронепробития у средних танков четвертого уровня других наций. Ну, так, помню, я как-то смотрел, сейчас просто подзабыл, что у них подкалиберы имеют бронепробитие, сравнимое с бронепробитием обычным бронебойным снарядом у Т-28. Ну и у Т-28, как известно, им балансное пробитие как для четвертого уровня СТ, как для четвертого уровня СТ подкалиберным снарядом 189. Смотрите, я вам объясню, что я тут сделал. Я сместился из правого куста в левый, поскольку боялся, что противники нас обойдут, сейчас попытаюсь вам показать, я боялся, что противники нас обойдут через город. Если бы я стоял вот в этом кусте немножко, немножко правее, то они могли бы подъехать к нам незамеченными. Но противники не поехали через город, не стали себя утруждать, чувствуя свое превосходство, пошли в атаку. Теперь смотрите, у нас остался один Черчилль, вражеский, на нем 252 хп, и мы вдвоем. Черчилль, как известно, пятого уровня, мы четвертого уровня, так или иначе, мы имеем преимущество. То есть, чисто теоретически, у нас больше шансов победить, если мы поедем к нему и попытаемся убить. Но, опять же, повторюсь, к нашим баранам. Мой союзный танк это круизер четвертого уровня. возможности бронепробития его орудия не позволяют ему бороться с Черчиллем. Проще говоря, он не пробивает его ни бронебойными, ни подкалиберными снарядами. Поэтому мой план таков, чтобы заехать на вражескую базу, притаиться там, вынудить Черчилля наступать, и неминуемо при приближении он как бы, он, во-первых, тяжелый танк, у него коэффициент маскировки довольно низкий, но, во всяком случае, ниже, чем у меня у круизера. Вот наверняка у него нету стереотрубы, там оптики, всего такого. То есть при подъезде он подсветится и мой такой замысел и будет нами уничтожен. Либо же, если он не приедет, мы попросту возьмем базу. Вот видите, вместо последнего засвета и его в центре, я еду туда, ну как бы, смотрю. Но, как часто я говорю в своих обзорах, игру World of Tanks, как и жизнь, предсказать невозможно. Чем она, возможно, скорее всего, нас и привлекает. Он, оказывается, затаился вот на левом фланге, наверное, парень умный, он понимал, что мы будем наступать где-то здесь. Ну, как по мне, я бы сыграл иначе. То есть я бы стал возле базы, в куст и просто ждал подъезда. Ну, тоже опасность. Один едет под свечей, это другое, если ты просто стоишь в куст, тебя без сейфа, тебя уничтожают. Вот и Черчилль понадеялся на свое бронирование мощное и за это поплатился. И мы ставим жирную точку, победную, в этом бою. Когда продумывал, о чем я буду говорить в этом обзоре, то есть мыслей у меня гораздо больше, чем я успел сказать. Ну, это, в общем-то, хорошо, поскольку будут Бог даст день, Бог даст пищу. Будут еще обзоры и мы сможем больше углубиться и еще больше рассказать об этом танке, волшебном танке для вашего аккаунта. Это просто анаболический стероид для вашей статы. Давайте смотреть результаты боя, друзья. Итак, у нас воин в этом бою. Мы уничтожили 8 танков противника. С Т-28 всегда беда. он довольно часто, ну, можно сказать, нередко уничтожает 8 танков в бою, но, как известно, Ред Лиот раздается, начиная с 5 уровня. Теперь мастер, разумеется, основной калибр. Мы тут дамажили 2577, очков прочности противника сняли и медаль Николса. Ну, в общем-то, я за медаль ее не почитаю, но, тем не менее, это мы уничтожили 4 танка противника как минимум на 1 уровень выше. Ну, в данном случае на 1 уровень это было 4 тяжелых танка. 3 Черчилля, 1 КВ. Эта медаль показательна в том смысле, что Т-28 позволяет, оставшись даже 1, оппонировать танкам на уровень и даже на 2 выше и именно тяжелым танкам. как известно, Черчилль и КВ-1 довольно хорошо бронированы. То есть, играя мы на любом другом среднем танке 4 уровня, мы не смогли бы выиграть в этом бою, поскольку нам просто-напросто не позволило бы бронепробитие. Там в каких-то танках на 4 уровне могут быть лучше углы наводки, там комфортнее играть, но тут понимаете, как говорится, против лома нет приема. 112 бронебойным снарядом и 189 подкалибером делают свое грязное кровавое дело, как говорится. Ну, по сути дела, подкалибером он пробивает любой тяжелый танк 6 уровня практически в любую проекцию. Ну, разве что ОИ, он имбалансно бронированный надо будет выцеливать кастрюльки, а так все остальное, ну и смотреть, чтобы там уж совсем под таким острым углом не заходил снаряд и в общем-то все получится. Смотрите, как относительно игроков вражеской и союзной команды мы сыграли. Не с таким большим отрывом, как нам хотелось бы, наверное, но тем не менее, смотрите, ПЗ-шник практически вровень снарядми сыграл, ПЗ-5 шестых, я их путаю, три четверти пять шестых. Вот, Черчилль тоже вражеский, я бы сказал, неплохо сыграл. Экономика тут у нас, мы залезли в минус на минус 64 тысячи, но я бы сказал, что это приятный минус, то есть купить за 64 тысячи серебра, три такие замечательные награды, я думаю, любой боигрок с радостью согласился на то, как говорится, нам и дается игровая валюта в этой игре. Но самое интересное, ребят, я бы сказал, это Вен 8, тут я немножко поиграл, у меня стояли резервы, поэтому думаю, когда закончатся резервы, запишу результаты боя. Вы тоже видите, сессия неплохая, там неплохие бои были. Смотрите, Вен 8 22418. Ну, это интересное такое наблюдение у меня, у меня довольно много боев на канале, выложены обзоров, где Вен 8 больше 22 тысяч. Буквально прошлый обзор, тоже на Т-28, на монастыре, там у нас получился Вен 8 22 995. У меня закралось подозрение, что алгоритм игры не позволяет достичь Вен 8 выше 23 тысяч. Если у кого-то есть бой или был бой, где Вен 8 по результатам этого боя превысил 23 тысячи, прошу вас, во-первых, отпишитесь в комментариях и буду очень признателен за реплей. С удовольствием сделаю по нему обзор. В общем, ребят, такой бой. Очень надеюсь, что показанное мной рыбное место в Рыбацкой бухте однажды и вам принесет такой же большой улов. И мои приемы и тактические решения помогут вам поднимать статистические показатели своей учетной записи. Процент побед и главное Вен 8. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, что практика это путь к совершенству. Пока.